Уважаемые братья и сестры, наш любимый пророк Мухаммад, когда прибыл в Медину, 10-й день месяца Мухаррам, и увидел, что иудеи, которые жили в Медине, вы знаете, что в Медине жили иудейские племена, такие как Бану Кайнукара, Бану Надыр, Бану Курайда, постились в этот день. И тогда пророк Мухаммад спросил, почему вы поститесь в этот день? На что они ответили, это тот день, в который Аллах возвысил, возвеличил Мусу, Моисея и его народ, и уничтожил фараона и его войска. На что пророк Мухаммад сказал, «У меня больше правило моего брата Мусу, чем у вас». То есть он был пророком Мусы, посланник Аллаха, заключительный пророк, печать всех пророков и посланников. И тогда начали поститься сахабы Редван Аллаху Алейхим вместе с посланником Аллаха, на что сказал пророк Мухаммад, Если мы доживем, если я доживу до следующего года, то я также буду и девятый день поститься, то есть девятый и десятый. Потом уже, когда Аллах повелел поститься в месяц Армадан, остался этот пост как нафиля, как уже необязательным постом, как уже дополнительным желательным видом поклонения. Как правильно поститься? Сколько дней? Разные версии можно услышать, но в этом, аль-хамдалля, есть облегчение. То есть кто-то говорит, обязательно девятый и десятый. Кто-то говорит, нет, девятый и десятый и одиннадцатый. Три дня надо поститься. Кто-то говорит, десятый и одиннадцатый. Поэтому в этом «да гуася». То есть не нужно как-то узко смотреть, аль-хамдалля, обширно нужно смотреть. Но если уже человек, у него есть какие-то на это причины, или нет возможности поститься столько дней, то хотя бы, хотя бы обязательно не пропустите пост в день, в сам день Ашура. Рок Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда спросили награда, какая же награда за этот пост, на что сказал Я жду награду от Аллаха за этот пост, то что Аллах просит прегрешения прошлого года. То есть один день поста прощает целый год прегрешений. Всего саллаллаху алейхи вассалям, алейхи вассалям, алейхи вассалям.